17 января Челябинская область отметила 89-летие. В честь события в Краеведческом музее города проходит марафон познавательных программ «Знатоки родного города и народа Южного Урала». На них для воспитанников школ города проводят экскурс по истории родного края и тематические викторины. Какие горы никогда не бывают мокрыми? О, интересный вопрос. Какие горы? Сухие горы. И это верный ответ, конечно же, сухие горы, которые находятся в Катах Ивановском районе. Вот девочка первая сказала. Для удобства залы условно поделили на четыре станции. На каждой ребятам рассказывали историю региона через призму полезных ископаемых, животного мира, названий городов и символов области. Мы сегодня пришли по поводу того, что сегодня день создания Челябинской области. Ей сегодня исполняется 89 лет. Что интересного ты узнала? У нас очень много полезных ископаемых. Уральские горы называют яшмовские горы. Почему их так называют? Потому что в них яшмовый пояс. Мне больше всего понравилось в гостях у хозяйки Медной горы. А там что тебе больше всего понравилось, что было интересно? Что узнала новая? Что яшма, она по-разному ценится. Чем светлее яшма и чем больше в ней цветов, тем она больше ценится. Я сегодня узнал самый старый город. Это Верхний Уральск. И самый молодой город – это Озерск. Еще что интересного ты узнал? Когда создали Челябинск в 1736 году, в сентябре. Кроме того, в городском зале открылась выставка символов Челябинской области, на которой представили экспонаты, так или иначе связанные с Южным Уралом. На ней представлена златоустовская гравюра на стали, знаменитое каслинское литье, символы России – это медведь, символ Челябинской области Южного Урала – верблюд, ну и, конечно же, гербы городов Челябинской области. Как раз одно из заданий викторины касалось именно их. Выставка пробудет в музее до 12 февраля. Посетить ее может любой желающий.